Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog. Меня зовут Виктория Бородина и мы продолжаем интервью с Data Science специалистом из компании Uber. Спонсором этого видео является школа передовых технологий Skill Factory, где уже сейчас открыт набор на курс Python для анализа данных. Программа оптимально подойдет желающим научиться обрабатывать сотни гигабайт данных, автоматизировать отчетность и строить дашборды с помощью Python. На курсе вы попробуете себя в решении разных типов задач, которыми занимаются профессионалы-аналитики. Для того, чтобы начать, вам нужен только компьютер, время и, конечно, мотивация. Узнайте подробности о курсе по ссылке в описании. Ну а мы со Skill Factory дарим вам 10% скидку на обучение. Промокод PROCBLOG. Предлагаю переходить к теме Data Science. Как я уже сказала, это такая достаточно хайповая сейчас тема, сравнительно молодая и наукоемкая область. Вопрос первый. Что нужно, чтобы держать руку на пульсе? Как ты правильно заметила, тема хайповая. Очень много где сейчас этот термин возникает. Что это такое, как я уже упомянул, вряд ли можно определить четко. Я думаю, что Data Science состоит из большого количества подразделов и если ты специалист хотя бы в одном из этих подразделов и у тебя есть неподдельный интерес к этой дисциплине, то ты автоматически будешь общаться с коллегами. Ты будешь автоматически стараться искать новые публикации, может быть публикации в блоге чуть менее формальные, может быть ты будешь читать более технически глубокие журналы по статистике или по проведению экспериментов. Или ты сам будешь что-то создавать, сам какие-то исследования делать, сам их публиковать и как следствие ездить на конференции, знакомиться с людьми, которые имеют схожие интересы. Поэтому, ну я не знаю, наверное, самый главный совет, как держать руку на пульсе, это действительно интересоваться этой дисциплиной. Быть любознательным. Быть любознательным. Здорово. Ну, я знаю, несмотря на то, что ты все-таки никогда не работал непосредственно программистом, но один из самых популярных вопросов, который мне задавала моя аудитория, поскольку я им дала такое право, когда готовилась к интервью, чтобы они мне помогли, за это им спасибо. Но, в общем-то, вопрос такой, как перейти в Data Science и с программированием? Если ты можешь им в этом помочь, то? Я не вижу, на самом деле, очень большой дистанции между двумя этими дисциплинами, потому что, ну, по крайней мере, вот в той команде, расширенной команде, в которой я сейчас работаю, у нас есть люди, у которых первоначальное образование, первоначальная зона экспертизы, она вот именно в Computer Science или в программировании. Понятно, что любая идея, любая модель, она должна быть протестирована, она должна быть закодирована. И это решение, вот этот код финальный, он должен быть на уровне, написан очень высоком для того, чтобы производительность этого кода и скорость выполнения была высокой, и задержка, там, обработки данных была терпимой для каждого приложения. Поэтому я думаю, что шаг нужно сделать не очень большой от концентрации в программировании в Data Science. Может быть, посмотреть материалы подготовки к интервью Data Science, посмотреть, какие темы поднимаются чаще всего за пределами программирования. Это может быть проведение экспериментов, это может быть теория вероятности, это может быть тестирование гипотез, тема и статистики. Прочитать, ознакомиться с этими, скажем так, минимальными требованиями для успешного кандидата. И, может быть, сделать какой-то практический проект на одной из онлайн-платформ, чтобы тоже о нем можно было рассказать на собеседовании о работе с реальными данными. Я думаю, что этого может вполне хватить. Обычно требования к кандидату – это технический бэкграунд и знакомство, как работать с данными. С программистами разобрались, а что касается людей, у которых нет технического бэкграунда? Что им делать вообще? Могут ли они войти в эту профессию? Я думаю, что людям, у которых бэкграунд совсем не технический, будет немного сложнее. Но даже в этом случае я бы порекомендовал искать какие-то вакансии, в которых было бы явно прописано, что требуется человек, например, со знаниями психологии или со знаниями каких-то социологии, может быть. То есть иногда такие проекты возникают, где нужно моделировать, например, поведение людей в какой-то системе. И знания каких-то моделей, каких-то концепций в необязательно очень технической области могут для такого проекта оказаться полезными. Но мне кажется, это такие штучные вакансии, их нужно просто очень тщательно искать. А сколько конкретно в твоем случае тебе понадобилось времени для того, чтобы прийти в Data Science? В моем конкретном случае я взял, наверное, пару месяцев в конце обучения в аспирантуре. И на полный рабочий день я занимался подготовкой как раз тех тем, которые относятся к Data Science, но лежат за пределами моих узких научных интересов. Я старался их отполировать, с ними ознакомиться. Как я уже сказал, уже тогда, три года назад, уже были какие-то онлайн материалы с примерами заданий, которые могут дать на таком собеседовании. То есть, ну вот, подготовка такая была. Ну, то есть, это была такой фулл-тайм подготовка? Да. Ну, это личное дело каждого. То есть, это зависит от того, какой стартовый уровень у специалиста, какие цели этой подготовки. То есть, насколько компания тщательно подходит к отбору кандидатов. Везение, конечно, тоже такой важный фактор и так далее. То есть, если, например, вот у тебя прекрасные знания по, не знаю, там, Deep Learning, и ты видишь вакансию, где ищут Data Science, но там вот между строк ты читаешь, что им нужен специалист по, ну вот, с уклоном, вот именно в той области, в которой ты хорошо разбираешься. Понятно, что тебе могут сделать какие-то поблажки, если ты продемонстрируешь глубокие знания именно по той дисциплине, которая им нужна в первую очередь. А что сейчас тебя интересует в Data Science? Какие области? Как я уже сказал, вот большая прелесть этой области состоит в том, что мои коллеги сейчас на работе, они пришли к нам в команду из очень разных программ и областей. Это может быть экономика, это может быть статистика, там может быть оптимизация и так далее. То есть, всегда найдутся коллеги, которые расскажут тебе какую-нибудь новую концепцию, о которой ты никогда не слышал, и ты можешь, если она каким-то образом тебя интересует или для работы, или тебе, в принципе, интересно об этом больше узнать, можешь начать общаться с этим человеком и больше об этом узнавать. Например, недавно я начал общаться с коллегами, которые занимаются обнаружением аномалий в данных, то есть, такое стандартное применение этой задачи – это обнаружение мошеннических действий, исключительно глядя на те данные, которые платформа собирает. То есть, и это целая наука, как организовать сбор нужных данных, как делать выводы, как делать классификацию, когда ты видишь новую ситуацию, то есть, является ли она мошеннической или нет. Это и такая интересная детективная история и с точки зрения работы платформы, и с точки зрения математики, которая скрывается за этим приложением. Вот один из примеров. А если сузить, вот какой конкретно проблемой тебе бы хотелось заниматься в идеале? Я думаю, что любому дейта-сайентисту хотелось бы заниматься проблемой, которая бы делала положительный вклад в производительность системы. То есть, любой алгоритм, любая идея, которая что-то улучшает, и ты можешь это померить, ты можешь это продемонстрировать, ты можешь это увидеть, это, я думаю, что одна из самых приятных частей твоей работы. То есть, алгоритм можно сделать быстрее, алгоритм можно сделать точнее, алгоритм можно сделать более устойчивым к шуму во входных параметрах и так далее. То есть, если ты можешь улучшить хотя бы одну из этих метрик, то ты хорошо делаешь свою работу. Давай немного в будущее посмотрим. Как ты считаешь, какие прорывы может дата-сайенс привнести в нашу жизнь? Как говорил один мэр, не все могут смотреть в будущее, а только лишь не все что-то такое было. Я не вижу большой разницы между дата-сайенс и сайенс в целом, потому что сейчас, мне кажется, любая научная дисциплина так устроена, практически любая, что любая гипотеза, она должна быть по-хорошему протестирована на реальных данных, на реальных системах, на реальных приложениях и так далее. То есть, это такой обязательный этап и теоретических разработок в том числе, посмотреть, хороша ли твоя идея на деле. Поэтому вопрос, чего добьется дата-сайенс и чего добьется наука в целом, они, мне кажется, очень близки. Лично мне нравится направление более эффективной организации транспортных систем. Это в первую очередь и самоуправляемые автомобили, и летающие автомобили. Окей, совсем другая область, которая мне тоже интересна еще по тем исследованиям, которые я в университете делал, это персонализированная, персонализация медицины. Ну вот, мне кажется, что это такие прям области, в которых наше поколение точно увидит большие прорывы. А что ты подразумеваешь под персонализацией медицины? Понятно, что одно и то же лекарство, оно может очень по-разному действовать на разные категории пациентов. И с учетом того, что сейчас о пациентах можно собирать и хранить намного больше релевантной информации, благодаря этому можно и решение о том, какой курс лечения прописывать, делать более эффективными. Кстати, вот все-таки, через сколько появятся летающие автомобили? Ну, твой прогноз, я не знаю. Все-таки ты работаешь в такой компании, передовой, которая делает клевые вещи. Твои ощущения на этот счет? Я могу сказать, что, во-первых, большое количество компаний по всему миру сейчас занимается разработками устройств, которые будут основываясь на каком-то принципе летать. И Uber – это одна из таких компаний. Если я не ошибаюсь, мы заявили о том, что уже в 2020 году, через год, первые прототипы летающие появятся в двух городах. Это Остин, штат Техас и Дубаи. Арабские Эмираты уже подписаны соглашения с городскими властями. Прототипы уже летают. И не только у нас, если быть откровенным. В Европе есть компании, которые уже достаточно серьезные машины поднимают в воздух. В общем-то, мы, безусловно, застанем, а может быть, и полетаем. А может быть, еще и за недорого полетаем, если Uber хорошо спланирует и разработает стратегию ценообразования на таких такси. Это интересно, правда. Я помню пятый элемент. Не помню год, в котором происходило действие фильма. Но мне кажется, что мы где-то приближаемся к таким событиям. Мне кажется, мы не только приближаемся, мы уже опаздываем. Если ты вспомнишь «Назад в будущее», там в 2015 году уже этот Делориан успешно летал. А мы уже в 2019 году, и у нас пока ничего такого не летает. Да, ну будем ждать. Будем ждать. В том числе и у тебя. С твоим сегодняшним опытом можешь ли ты составить какой-то план эффективного самообучения в Data Science? Поскольку у тебя все-таки это было самообучение. Я бы посоветовал посмотреть онлайн-ресурсы. Что включает типичное собеседование на позиции Data Scientist. Это, безусловно, статистика. Это, безусловно, программирование. Это, безусловно, аналитика данных. И машинное обучение. Мне кажется, вот эти четыре дисциплины, их хорошо бы знать на достаточно хорошем уровне. Понятно, что есть безумное количество и курсов, и учебников, и сайтов, которые информацию на каком-то базовом уровне и на продвинутом уровне могут соискателю на такую позицию предоставить. Я бы порекомендовал посмотреть на разные материалы, понять, что пересечение всех этих материалов достаточно большое, и выбрать то, которое структурировано так, как нравится соискателю. И, конечно, опыт. Чем больше ты прорешаешь типовых задач, тем больше тем ты изучишь и поймешь, и в идеале сделаешь какой-то проект на, ну вот, я не знаю, блок алгоритмов, тем увереннее ты себя будешь чувствовать в нужный момент. А вот в твоем самообучении наверняка были какие-то там ошибки или повороты не совсем туда, которые ты допускал. Вот можешь ли так, оглядываясь назад, сказать, какие ошибки ты допускал, которые сейчас бы ты не предотвратить мог? Да, конечно. То есть ошибка, которая на самом деле может сильно испортить статистику успешных прохождений интервью, это стараться изучить слишком большой спектр индустрий в одно и то же время. Поясню. Понятно, что вот Data Science – это такой раздел, который сейчас разные компании пытаются наращивать в своем штате. И понятно, что специализация компании, например, которая делает biotech, он может сильно отличаться от компании, которая делает консалтинг или финансы, или технологический сектор. То есть и мне кажется, чем раньше соискатель поймет, какой из этих секторов ему интересен, в первую очередь. То есть, например, соискателю интересна, я не знаю, например, нефтегазовая отрасль. Понятно, что компании тоже нанимают на позиции Data Scientist. Но специфика и задач, типовых и необходимых знаний об отрасли в целом, она будет тоже особенной для каждой отрасли. То есть, чем раньше сфокусируешься, тем более точечной будет подготовка, и тем более глубокие знания будут в момент собеседования. Сейчас, когда ты уже Data Science специалист, и, наверное, опять же, общаешься с коллегами, которые также специалисты в этой области, вот как тебе кажется, какой набор качеств, или что делает, наверное, так точнее, составить вопрос, что делает Data Science специалиста хорошим специалистом в этой области? Ну, мне сложно сказать, что его делает хорошим специалистом, потому что я сам только учусь. Я думаю, что одним из самых важных качеств является аккуратность. Почему? Потому что обычно в корпоративном мире, по моим личным наблюдениям, алгоритмы, блоки принятия решений, они не всегда совершенны. То есть, компания не может тратить безумное количество времени и человека часов на разработку каждого блока высочайшего качества. Всегда есть какой-то баланс между количеством сил, потраченных на разработку блока и его эффективности. И в итоге получается, что в компании может быть большое количество не идеальных алгоритмов, и для того, чтобы улучшить их взаимодействие, нужно очень тщательно подходить к, например, построению экспериментов о тестировании новых идей. Понятно, что если у тебя алгоритм не идеальный, он, например, может быть не очень устойчивым к шуму во входных данных, и тебе любые улучшения нужно измерять в условиях этого шума. И как это делать, это, конечно, вопрос аккуратности. То есть, нужно внимательно смотреть на различные типы ошибок, очевидных и скрытых, чтобы их избежать, и сделать грамотное решение, стоит ли новую идею внедрять в производство. Какие навыки обостребованы в профессии Data Science? В те компании наверняка ни одно собеседование ты прошел и знаешь. Мне кажется, что грамотная стратегия успешного прохождения интервью в Data Science — это быть специалистом как минимум в одной области, которая входит в широкий спектр термина Data Science. В моем личном случае я акцентировал пользу, которую я могу внести по линии оптимизации. Ну вот, поэтому совет, который я могу дать, это прокачать хорошо как минимум одну область, и ищите вакансии, ищите описание проектов, где вы точно понимаете, что ваши знания могут незаметно начать приносить пользу, и, естественно, продвигайте, рекламируйте свои знания на собеседованиях и делайте на них акцент. Есть достаточно близкая профессия, специальность — это Data Analyst. Да. Как вообще по рынку, можешь сказать, разброс зарплат в отличие от зарплаты к тому и к другому? У Data Science, это Data Analyst. Мне сложно наверняка прокомментировать, потому что обычно в западных компаниях индивидуальная зарплата — это личная информация каждого сотрудника. Единственное, что можно сделать, это посмотреть на распределение зарплат на каких-то сайтах вроде Glassdoor. И здесь мы находимся в абсолютно идентичных условиях, и ты, и я будем смотреть на один и тот же сайт. Если я не ошибаюсь, то, наверное, у Data Analyst зарплата будет немного ниже. А требования? Что касается требований, разница есть и какая? Я думаю, что специализация двух этих профессий, она немножко разная. То есть Data Analyst, они делают анализ, визуализацию тех данных, которые доступны организации. Они занимаются разработкой метрик, которые бы могли позволить сделать какие-то релевантные выводы. Они занимаются построением витрин, которые бы эти метрики хорошо и наглядно воспроизводили. То есть это то, чем занимаются аналитики. А Data Science — это более про моделирование, про построение моделей, про проведение экспериментов, может быть, про изучение литературы, то есть какие вообще существуют решения в академическом мире или иногда конкуренты публикуют в своих блогах те решения, которые они используют. Ну вот, то есть это немножко разные области действий. Предлагаю теоретическую часть нашего интервью завершать, а переходить к практическому применению твоих знаний, практическому опыту. И первое, что мне хотелось бы обсудить, это твоя стажировка в Tesla. Ты говорил в начале интервью о том, что вот у тебя было, и ты успел его преподавать. И, видимо, корпоративный опыт ты как раз-таки имел в виду Tesla. Как ты туда попал? Расскажи. В Tesla я провел лето, три месяца. Мне очень сильно повезло, потому что найм на эту вакансию стажера проводил бывший выпускник с очень смежной, очень похожей программой из MIT. То есть моим руководителем был тоже доктор философии в исследовании операций, который четко знал, в чем будет состоять проект, этот летний проект. Он четко знал, какой специалист ему нужен для успешного завершения этого проекта. И он знал, какие навыки у этого специалиста должны быть. Это были навыки математической оптимизации. То есть он просто прислал нам на факультет e-mail, в котором говорил о том, что вот нужно сделать такую вещь. Кто хочет, пишите, пообщаемся. Ну вот, я хотел, я написал, мы пообщались. Пообщались очень позитивно. И, в общем-то, да и вся стажировка в Tesla прошла тоже очень позитивно. Да, но смотри, обычно все-таки стажеры, которые на какой-то небольшой срок, им не дают каких-то ответственных задач. Вот в твоем случае. Это было, видимо, не так, да? Я думаю, что на большее я даже рассчитывать не мог, будучи временным стажером в Tesla, потому что задача, которая мне была поставлена, она была безумно важной для завода. Сейчас расскажу, в чем была его суть, этой задачи. То есть у Tesla в Калифорнии есть огромный завод, на который поступают запчасти для их автомобилей от поставщиков со всего мира. Мы говорим о сотнях поставщиках и о тысячах деталей, которые они собирают на конвейере. И проблема состоит в том, что время доставки и стоимость доставки для каждой детали, они очень сильно варьируются от одной детали к другой. И естественным образом возникает вопрос, как построить эффективное расписание доставки всех этих запчастей, таким образом, чтобы, во-первых, завод не встал из-за того, что какой-то детали не хватает. А во-вторых, логистические расходы на хранение и на доставку они были как можно меньше. На самом деле это достаточно стандартная задача математической оптимизации. Понятно, что она очень быстро обрастает разными практическими ограничениями, которые в теории не рассматриваются. Но, в общем-то, мой босс, он понимал, с чего нужно начинать строить эту модель. Именно этой задачей я и занимался в Тесле. Я построил эту модель и начал тестировать ее на реальных данных, которые я получал от разных отделов завода. И мог моментально сравнить эффективность существующего расписания с тем, которое генерировал мой алгоритм, и продемонстрировать, что завод может экономить миллионы долларов в год, просто перейдя на более алгоритмическое расписание, предложенное нашей командой. Это отличная задача, такая ответственность интересная. А вообще в целом, как выглядит поиск работы для Data Science специалистов? Не поиск, а процесс собеседования. Я думаю, что процедура в больших технологических компаниях достаточно стандартная. И она, наверное, очень близка к процедуре поиска вакансий программиста. Это обычно подача заявки. Это очень важный этап, чтобы тебя заметили. И, наверное, каждый гость на твоем канале говорит о том, что нужно искать людей внутри компании, чтобы они могли как-то посодействовать тому, чтобы резюме было замечено. Следующий этап – это телефонные интервью, на которых могут попросить и что-то попрограммировать, и спросить про интересы и про знания базовых каких-то технических концепций и так далее. Если ты хорошо справляешься с телефонным этапом, тебе могут предложить выполнить какую-то домашнюю работу, где ты можешь поработать с реальными данными, можешь проявить креативность, продемонстрировать навыки написания хорошего, сильного кода и так далее. Если ты проходишь и этот этап, обычно тебя приглашают на этап личных собеседований в офис компании, где ты уже проходишь такой полноценный раунд собеседований и уже, скажем так, в личном общении с большим количеством желательно будущих коллег. А сколько ты собеседований проходил, прежде чем получил и согласился на Uber? Много. 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 Больше десяти. Да. Тогда ты точно знаешь, какие бывают задания, ты их видел достаточно много, и наверняка сможешь вспомнить самое интересное задание, которое ты получал на собеседовании. Ну или вообще в целом, если не вспомнишь, то какие тебе нравятся задания? Я два примера приведу. Один из них такой технический вопрос мне задали на одном собеседовании. Есть такой объект, вот в математике называется матрица. Такая двухмерная таблица с числами. И обычно матрица воспринимается как вот именно двухмерный объект. И очень много инструментария разрабатывается вот под матрицей. А мне задали задачу, где нужно было делать все то же самое, но в трехмерном пространстве. То есть понятно, что обобщение, оно не такое сложное, там с двух размерностей до трех. Но нужно было иметь достаточно серьезное и быстрое пространственное воображение, чтобы быстро сориентироваться в условиях ограниченного времени. и вот объяснить, как там вычисления будут выглядеть, когда размерности три, а ты привык, в общем-то, к двум всю жизнь. А второй пример, он скорее совет соискателям. Он состоит в том, что часто получается сделать так, что ты можешь в достаточной мере направлять разговор с тем, кто проводит собеседование в нужную тебе область, если ты хорошо приготовился к этому собеседованию. Можно узнать о том, чем занимается компания, какие у нее есть проблемы, какие у нее есть новости, с какими продуктами она хочет выйти на рынок, какие у тебя есть идеи, как улучшить их существующие продукты и так далее. Чем больше у тебя есть вот такой релевантной информации о команде, о компании в целом, об индустрии, тем проще тебе будет сказать. А вот вы знаете, вот у вас есть такой продукт, и вот у него есть такая фишка, а вы не думали, что ее можно сделать чуть лучше, например, сделав вот что-нибудь? И предлагаешь свою новую идею, и уже как бы ты разговариваешь, во-первых, о том, что ты заранее приготовил, а во-вторых, ты демонстрируешь о том, что ты действительно интересуешься этой компанией, а не просто стутишься во все двери и надеешься, что где-нибудь тебя приютят. Да, отличный совет, который показывает мотивацию, что очень ценят здесь, потому что часто мои подписчики недооценивают вот этот cultural fit, который здесь любят говорить, и мотивацию работать в конкретной компании, может быть, даже в конкретной команде над конкретным продуктом. Почему все-таки Uber? Почему Uber? Мне очень понравился процесс собеседования. Люди, с которыми мне посчастливилось пообщаться, были максимально приветливыми, максимально компетентными. И я должен сказать, что так как со мной общались в Uber, и со мной не общались ни в одной другой компании, хотя я разговаривал с другими уважаемыми и хорошо известными игроками этой индустрии, вот такое человеческое отношение, оно сыграло решающий фактор, потому что все-таки, когда ты смотришь, с кем тебе на повседневной основе взаимодействовать, ты выбираешь не только там головой, но еще и сердцем. Поэтому эмоциональный фон был прекрасный. И, конечно же, специализация компании. У Uber, безусловно, есть огромное количество задач, которые можно смоделировать, используя методы математической оптимизации. Которую я знаю и люблю. И я точно знал, что если я приду в эту компанию, то без интересных проектов я не останусь. В общем, у вас случилась любовь с Uber. Не любовь, но очень теплые отношения сразу возникли. И это, я думаю, сыграло не последнюю роль в выборе компании. Как выглядит типичный день дата-сайенс-специалисты? И, если можешь, чем он отличается от твоих коллег-программистов? Я думаю, что стандартный цикл дата-сайенс-проектов, он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это обсуждение с коллегами, какие есть слабые места в существующей системе, то есть, что можно улучшить. Понятно, что это происходит на совещаниях, это происходит в повседневном общении с коллегами. Затем следующий этап – это проведение исследования, есть ли какие-то решения в литературе, которые были бы известны. Или разработка собственных решений, собственных улучшений. Дальше идет построение прототипа, то есть, обычно это написание кода, например, в питоне, в C++ или в любом удобном лично тебе языке программирования. Если идея демонстрирует хороший сигнал, ты видишь какие-то улучшения, то ты начинаешь разговаривать с другими специалистами, которые занимаются проведением экспериментов. И если уже полноценный широкомасштабный эксперимент демонстрирует по-прежнему все еще хороший сигнал, тогда ты уже начинаешь взаимодействовать с программистами о том, чтобы твоя идея, твое новое решение, оно было запрограммировано уже на уровне производственного кода. Конечно же, я не могу обойти вопрос зарплаты. Можешь ли ты какой-то дать диапазон? Я понимаю, что мы можем все посмотреть на глаздор, но тем не менее, вот от тебя. Какие зарплаты в этой области? На рынке здесь, в Сан-Франциско? Я думаю, что вот этот диапазон, он безумно широкий и зависит от большого количества факторов. Но вот если ты уже сузила до одного города, значит там географический признак и налоги, налоги, которые сильно отличаются в разных регионах, их можно уже убрать. Наверное, первоначальные факторы, которые будут влиять на работу, это, во-первых, уровень образования, количество лет опыта работы по специальности и то, насколько хорошо ты прошел собеседование. То есть, ну вот если сузить до вопроса стартовой зарплаты аспиранта, который только закончил аспирантуру в хорошем университете США и ищет работу в Сан-Франциско, мне кажется, что диапазон суммарной компенсации это где-то 150-300 тысяч в год. И последний традиционный вопрос, который почему-то многие не любят, но вопрос о твоих планах на карьеру. Как ты себя видишь дальше? На самом деле моя профессиональная карьера только началась. Я получил достаточно большой, как мне кажется, багаж теоретических знаний в области математической оптимизации. И мне пока что нравится применять этот багаж в области транспортных систем и работать над решением под задачи, связанных с повышением эффективности утилизации личного транспорта, предсказания времени в пути, ценообразования платформ, которые занимаются райдшерингом и так далее. Здорово. Спасибо тебе, Никита, за это замечательное интервью. Хочу тебе выдать призовое место в номинации по «Самая чистая речь на моем канале» без англицизма. Пожалуй, наверное, один термин, который ты употребил, это был «дета-сайенс». Я только что сказал «райт-шеринг». Райт-шеринг, ну значит два. Может быть, кто-то еще найдет, но, тем не менее, действительно их очень мало. Приятно, что ты можешь так разделять два языка. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео. Еще раз большое спасибо, что ты так глубоко просветил, и, я думаю, станешь в какой-то степени таким вдохновителем изучать эту область многих моих подписчиков. Не забывайте подписаться на канал и встречаемся в следующих выпусках. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok